Лайф-студия на седьмом продолжается. Для вас работает Ольга Голодова. Здравствуйте. В этом часе будем обсуждать поддержку, волонтерскую поддержку воинов АТО и переселенцев. Об этом будем говорить вместе с нашими гостями. У нас Екатерина Реброва, руководитель волонтерской психологической службы. Реабилитационного центра Святого Павла, а также Лара Пивоварова-Переселенка. Здравствуйте. Ну а прежде чем мы перейдем к основной теме, у нас есть другая новость. В апелляционном суде Одесской области закончилось заседание по делу бывшего директора лагеря Петра Сосаркисяна. Наш корреспондент Надежда Бондаренко сейчас находится там и уже готова поделиться последними новостями. Надя, здравствуй. Ты в прямом эфире. Скажи, какие новости, почему заседали сегодня? Добрый день, Ольга. Значит, в 12 часов началось заседание в апелляционном суде Одесской области по делу экс-директора сгоревшего лагеря Виктории Петра Сосаркисяна. По поводу апелляционной жалобы на суд первой инстанции, отмечу, что в Приморском райсуде 12 января вынесли решение об аресте на два месяца без права внесения залога Петра Сосаркисяна. Ну вот, собственно говоря, сегодня рассматривали апелляционную жалобу. Отмечу, что во время заседания присутствовали студенты, которые выступали в поддержку подозреваемого. Однако спустя 20 минут от начала заседания появились неизвестные, которые отобрали у студентов плакаты с лозунгами. После того, как суд призвал к порядку, судебное заседание продолжилось. Отмечу, что прокурор заявлял того, что если Петра Сосаркисяна освободят из-под стражи, он может покинуть пределы Украины. В свою очередь, адвокат подозреваемого сетвал на то, что Петра Сосаркисяна сейчас серьезные проблемы со здоровьем, а находясь под стражей, он не сможет получить должную медпомощь, и в связи с этим его необходимо освободить. Спустя 40 минут от начала судебного заседания суде удалились для совещания, после чего вынесли решение об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть, таким образом, Петра Сосаркисяна остается под стражей на два месяца без права внесения залога. Отмечу, что самого подозреваемого на заседании не было. Он отказался присутствовать по собственному желанию. По словам представителей потерпевших, возможно, это к лучшему, потому что в прошлый раз в ходе заседания он вел себя достаточно агрессивно, и это повлияло на самочувствие подзащитных. Вот такие новости. Напомню, что Петра Сосаркисяна обвиняют по статье 270 Уголовного кодекса Украины на нарушение правил противопожарной безопасности. По мнению обвинения, Сосаркисян не заключил с Государственной спасательной службой договор о подключении лагеря к пульту пожарной сигнализации, что и привело к пожару и гибели людей. Надя, скажи, пожалуйста, как будет дальше действовать сторона подозреваемого? Будет ли подавать касацию? Какие действия? Известно? Пока сторона защиты не озвучивала свои дальнейшие стратегии. То есть, пока неизвестно. Спасибо тебе большое. Надежда Бондаренко была с нами на связи. Она была на заседании в апелляционном суде Одесской области, где состоялось заседание по делу Петра Сосаркисяна бывшего лагеря Виктория. Ну а мы приступаем к нашей основной теме. Итак, несколько фактов. Около 8% участников АТО в Украине страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Такие данные обнародовала руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая. По мнению психологов, у вынужденных переселенцев из-за травматического опыта может ухудшиться состояние здоровья. Наверное, к вам вопрос, Екатерина. Что же такое травма войны? Ну, травма войны это такое комплексное явление. И если на первых этапах оно включало острое состояние стресса, то сейчас мы уже наблюдаем иногда это посттравматическое расстройство стрессовое, либо именно сложности с адаптацией в новых условиях в поиске себя. Но, в принципе, мы сейчас наблюдаем такую положительную динамику среди переселенцев, потому что прошло уже какое-то время после этих травматических событий, и многие уже смогли восстановиться, хотя бы частично, для того, чтобы активно действовать и жить дальше. Я также хочу напомнить нашим телезрителям, что вы также можете присоединяться к теме. Мы предлагаем вам ответить на следующий вопрос. Вы когда-нибудь обращались за психологической помощью? Отвечайте «да» или «нет». В конце эфира подведем итог. Ну, а также вы можете звонить в нашу студию по номеру телефона 726-33-26. Какие сейчас результаты? Вот вы работаете с августа 2016 года. Сколько людей? Намного раньше. Намного раньше? Появлением первых переселенцев у нас формировалась такая группа волонтерская, и мы стали оказывать такую кризисную помощь. То есть это еще 2014 год, лето. Ведете какую-то статистику, учет, сколько людей обратились? Конечно, стараемся. Мы общались и налаживали помощь и работу где-то более 5000 переселенцев, что является какой-то частью из них, потому что в нашей области было зарегистрировано более 30 тысяч переселенцев. Скажите, с какими вопросами и проблемами чаще всего приходят? И какого возраста? Я так понимаю, вы охватываете все возрастные группы? Да, конечно, охватываем все, но в первую очередь обращались люди с детьми, потому что проблемы детей никак не хочется игнорировать. Особенно это касается проблем, связанных с военной травмой, и у детей наблюдались такие стрессовые реакции, и слезы, и разные эмоции, неплохо спали, соматические проявления и нарушения в обучении и так далее, в речи и так далее. Но это было как бы на первых этапах. Потом, в общем-то, проблемы адаптации и интеграции в новое общество, в новый город, в поиске себя. Конечно, очень много просто проблем таких сугубо материальных, не столько психологических, сколько вот уже данность такая быта в не очень благоприятных условиях. Сейчас больше есть обращения, связанных с поиском своего жизненного пути и своей реализацией. Мы можем тоже с помощью психологической помощи и таких коучинговых сессий поискать, что же человек может делать лучше всего. То, что касается военной травмы, тут есть еще такой момент, это как мина замедленного действия. То есть в любой момент эта информация может быть активизирована, всплыть, и у человека могут появиться симптомы вот тех состояний, тех переживаний, с которыми он встретился когда-то. Поэтому мы ожидаем вот такие запросы и от переселенцев, и от ветеранов, всех тех, кто были в зоне АТО. К сожалению, это бывает. То есть вы предоставляете психологическую помощь на всех этапах, начиная от экстренной, да, какой-то просто совет успокоиться и вплоть до поиска работы, правильно? Есть разные направления. Есть кризисная помощь, когда нужно быстро восстановить состояние человека из острого стрессового. Есть более длительная поддержка, когда человек нуждается в постоянной контакте с психологом. Есть момент проработки травм, то есть преодоления травматических воспоминаний, травматических ассоциаций. И есть, собственно, задачи, с которыми тоже встречаются переселенцы. Это новая жизнь, интеграция себя и новая как бы в новых условиях проявления себя. Лара, расскажите немножко свою историю, как вы пришли к этой службе. Я правильно понимаю, что вы тоже обращались? Да, я обращалась и активно пользуюсь услугами волонтерской психологической службы. И даже, ну, то есть с течением времени стала тоже волонтером этой службы и делаю какую-то определенную работу, но она не совсем психологическая, а такая более культурная, да. С Катериной Ребровой я познакомилась еще в сентябре 2015 года. Это к тому, что вот работает не с осени 16-го, да, а работает постоянно, но только познакомилась. И как бы за это время, за, ну, получается, два с половиной года, да, я чувствую, то есть прогресс в своем, в своем состоянии здоровья и в том, в отношении к этой, к жизни и, как это правильно сказать. Ну, то есть вижу много-много позитивных изменений, да. То, что говорила Катерина, проблемы с адаптацией и интеграцией. И хочу сказать, что для меня очень, очень эта служба помогла в плане адаптации в Одессе. То есть очень многое сделано. То есть Одессу я уже начинаю воспринимать как свой родной город. Я люблю ее, и, ну, то есть уже на данный момент я уже планирую здесь жить, да. То есть если первый год до осени 15-го постоянно были планы о том, что нужно возвращаться. И как бы вот живешь только одним днем, да, то теперь уже есть планы на какое-то, на какое-то ближайшее время, да. Но что касается, допустим, моей интеграции в Одессу, да, то на сегодняшний день пока это еще вопрос для меня очень острый и открыт, да. То есть это очень длительный процесс, да, и нельзя сказать, что это можно сделать быстро, да. Откуда вы родом? Почему вам пришлось покинуть дом? Родом я, кстати, родилась в городе Славянск Донецкой области. Это место моего рождения. Оттуда, откуда началась именно вот, ну, словно говоря, война в Украине, да. Да, как бы, почему пришлось покинуть? По очень простой причине. Было очень страшно. И самое главное, непонятно, что происходит. Я уехала из места своего проживания на тот момент, когда еще не было активных военных действий, но была очень нетерпимая обстановка к людям проукраинского направления, да. То есть реально было страшно, реально было страшно ходить по улицам, ну, просто жить, да. То есть постоянно всего бояться, это не очень. А когда я уехала, и начались активные военные действия, потом уже было непонятно, как можно вернуться, когда идут обстрелы, да. Когда... Дело в том, что я из города, который уже освободили Краматорск. И когда я вернулась после освобождения, увидела, ну, как вам сказать, пустой город, он мне напоминал Чернобыль. То есть стоят дома и ни одной живой души на улице. Центр города, абсолютно пустые улицы, ни одной машины. И сейчас я понимаю, что у меня было жесткое депрессивное состояние. Оказалось, что весь город покрыт какой-то серой сеткой. И глухо все так, такой звуки такие глухие. То есть, в общем-то... Не хочу сказать, что я планировала приехать в Одессу. Это получилось, опять-таки, случайно, спонтанно, да. Я прошу прощения. А вам... Вы сами покинули родной город или вместе с родными? Да, с родными. То есть вы вместе собрали вещи? Ну, собрали вещи, это сложно сказать, да. Документы? Что считали нужным? А когда вы выезжали, когда я сказала, мама, нужно забрать все документы, она не поняла, как это документы. Говорю, ну вот все документы. Ну что, вот надо забрать все документы? Ну, то есть документы на квартиру, то есть, ну, там какие-то... Не знаю, там... Ну, то есть, ну, надо забрать все документы. И я хочу сказать, этот бумажный пакет с документами, да, занимал довольно-таки, такой приличный вес, что в сумке, в сумку фактически помещались, там, ну, там, вот, как бы, спортивный костюм, какие-то футболочки и шлепанцы, да. То есть не было понятия, что мы выезжаем, ну, вот, надолго. Просто едем временно вот от этих неприятностей на курорт отдохнуть. То есть как бы, чтобы как-то вдохнуть какого-то свежего, чистого воздуха, да. И вот слово «выезжали» — это, ну, вот, я до сих пор не могу понять, как это. Просто думали, что покидаете на время. Когда я приехала и снимала жилье, у меня спросили, насколько вы снимаете жилье. Я сказала, ну, не знаю, недели на две, на три. Но если вдруг на месяц, то, возможно, на месяц. А когда хозяйка через три недели спросила, ну, что, вы еще живете? Я говорю, да, живем. У нас как раз развернулись такие активные, ну, активные обстрелы. И они, по всей вероятности, они потом усиливаются. Что еще живете? А у меня, вот, у меня следующие там, кто там у нее постоянно, как сказать, отдыхает. Они хотят, и нам пришлось съехать. То есть искать другое жилье. И так получалось, что еще опять другое жилье снимать. То есть невозможно было понять. Они спрашивают, ну, насколько вы приехали? То есть люди не понимали, что идет война на тот момент. Мы не понимали. Другие не понимали, что идет война. И я не могу знать, насколько мне надо снять жилье, сколько мне надо денег. То есть, ну, я вам хочу сказать, сколько бы ни было у вас денег, да, я не знаю, какая бы сумма ни была, а в другом городе, ну, если он еще и курортный, она заканчивается быстро, очень быстро. И потом вот непонятно, как жить дальше. Ну, и это все потом наслаивается, наслаивается. И когда приходит известие, что в твой дом попал... Снаряд. Ну, короче, да, это не снаряд, а минами обстреливали. Мина. Тоже вообще непонятно, вообще можешь ли ты вернуться. Ну, то есть, такие вот вещи, это как бы, ну... Для меня вот до сих пор трудно понять. Я еще, как бы, пользуясь услугами волонтерско-психологической помощи, психолог, я еще эти вещи прорабатываю до сих пор. Хотя прошло три с половиной года, и меня перехватывает дыхание, отставливает корла, ну, такое. Вот как помогаете людям понять, что не на курорт приехали, к сожалению, что никто не знает, когда закончится? Ну, люди уже все давно это поняли. Они, многие столкнулись с разными трудностями, с проблемами, вот, которые описала Лара, да, и это не было похоже, что их здесь ждут, да, и было много каких-то моментов конфликтных и социально конфликтных, и непонимания, действительно, со стороны одесситов, что пережили люди и в каком они состоянии. Сейчас все равно эти явления уже более сглажены. То есть, многие переселенцы, они уже включились в жизнь, они уже адаптировались, они нашли себя в силы. Есть разные люди, есть кто-то быстрее приспосабливается, кто-то медленнее. И, конечно, наиболее сложные, это люди пожилые, потому что, да, они... Проблемы со здоровьем. В основном даже мы наблюдали, что переселенцы, вот, после активной фазы каких-то боевых действий, они возвращались туда, вот, во что бы то ни стало. Они говорят, мы не знаем, как здесь жить, мы не знаем, как здесь приспособиться. Там у нас есть хотя бы дом, какая там, земля. Там, если это остался дом, земля, они возвращались туда, хотя они не хотели туда ехать и не хотели оставаться, как бы, вне зоны Украины. Были такие случаи. Есть семьи с детками, много деток, есть семьи с детскими особыми, вот. И это наиболее сложный момент. У нас очень долго было в Одессе семьи с инвалидов, и очень долго решалась их судьба, и тоже был очень такой болезненный процесс. И сейчас мы видим также, что если возникают какие-то другие события, такие трагические, то чаще больше они затрагивают людей, у которых есть уже в ближайшем прошлом стрессовые явления, таких, например, как переезд, да, вынужденное переселение от военных действий. Ну, это как раз можно говорить о других событиях таких. К нашему разговору готова присоединиться Зарина Акапянс, это пресс-секретарь Львовского центра оказания услуг, участникам боевых действий. Зарина, здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, сколько времени работает ваш центр? Центр начался работать в 2016 году. Влитку уже начали работать, приймали людей в одном из кабинетов районной администрации, а уже с жовтня переезжали в новое помещение, которое было выделено местом, отремонтировано и полностью укомплектовано обладанием, меблями и всеми потребностями за кости межского бюджета. Скажите, какие результаты вашей работы? Сколько людей обратившихся? Сколько историй удачных? Ну, на сегодня, за 2017 год, в центре надано больше 11 тысяч послуг. Это майже 12 тысяч послуг. Мы надаем информационные послуги, то есть консультуем участников боевых действий про все возможные пильги и гарантии, которые надает государство, область или город. Также у нас працюет юрист. Это юридическая консультация из любых вопросов. Он не сопровождается, он не является адвокатом, но помогает скласти какие-то позовы, заявки и документы. Также в центре працюет психолог, и также приходят люди на психологические консультации, как индивидуально, так и с семьей, которые проводят детей и так далее. И консультуют социальных вопросов, то есть социальные программы, которые действуют на сегодня в стране, в области, в городе, в городе, в городе, в городе. Это рассказы участников, участников МОТО. Скажите, а какая услуга пользуется самая большая популярность у вас? Найчастяще интересуют информационные послуги и социальные. То есть первое вопрос, с чем приходят хлопцы после того, как закончился контракт, або период, когда были мобилизации после демобилизации, то что дальше делать, куда идти, где рееструвать, как получать пильги на коммунальные послуги, какие-то дополнительные материальные выплаты и допомоги, которые есть от государства и от места. То есть это информационные и консультации социальных вопросов. На втором месте это уже юридические консультации, которые интересуют и социальные стипендии, и страхования, и то, что связано с автомобилями, и также много вопросов о освободении из контрактной службы. И на втором месте, на жаль, психологические консультации. Вы знаете, что это проблема вообще в Украине, что участники боевых действий не хотят вернуться к психологу. А если приходят на психологическую консультацию, то что чаще всего спрашивают у психолога? Вот самый распространенный вопрос. Ну, вы знаете, что в отведении психолога, санкция психолога, это лекарская таймница, поэтому психолог нашего центра, она не поведомляет, про что с кем говорила. То есть это, в принципе, было бы неправильно, если бы она про это говорила. Проходят с разными вопросами. То есть это не всегда может стоить воинской службы, это не всегда ПТСР, это могут быть какие-то вопросы в родинах, также семейные проблемы, особистые проблемы, связанные с работой. Но конкретных там цифр я вам не могу надать, потому что это таймница лекарская. Спасибо вам огромное, что нашли время и прокомментировали. Зарина Акопянц была с нами на связи, пресс-секретарь Львовского центра оказания услуг участникам боевых действий. Лара, ну скажите, а как вы пришли к тому, что осознали, что вот я живу здесь, в Одессе, что жизнь продолжается? Как вы пришли к этому? О, это длинная история, но эфира не хватит. Давайте вкратце. Основное, что поняли для себя? Вкратце, я скажу честно, я за помощью к психологам до войны, у меня жизнь сейчас разделилась на до войны и после войны. Ну, еще как-то непонятно, да. То есть до войны никогда не обращалась за психологической помощью, и я понимаю людей, которые думают, что это как бы не для меня, зачем мне это надо, да. А пришла я к этому по очень печальной причине, да. То есть вот вы сказали вначале, что это приводит к... К ухудшению здоровья. К ухудшению здоровья. Я ухудшение здоровья почувствовала уже в сентябре 2014 года. Не то чтобы почувствовала, а очень-очень прочувствовала, да. И в течение вот до сентября 2015-го у меня постоянно оно ухудшалось, и многие сетуют на то, что у нас медицина такая, врачи какие-то вот что-то не так, да. А врачи, с которыми я обращалась, были замечательные. Назначали мне все правильное лечение. Но мне постоянно постановилось все хуже, хуже и хуже, да. До такой степени, что уже просто разводили руками, ну, уже все перебрали, да. А осталось только пить какие-то спазмолитики, обезболивающие какие-то, и все просто, больше ничего. И я поняла, что дело, наверное, не в том, как врачи, а в моем психологическом состоянии. И я начала двигаться в этом направлении, искать людей, которые мне помогут. И я вам хочу сказать, то есть психологи — это не бабка-шептушка, которая пошептала, и это самое, и станет как-то легче, да. То есть, да, люди помогают, да, но нужна обратная связь. Человека, с которым работают. То есть человек готов работать, и это однозначно получится потрясающий результат, да. И я этот результат почувствовала, потому что я была готова выздоравливать, ну, в плане, то есть, когда медикаменты уже не помогают, да, то есть надо что-то подключать другое. Пункт номер два, то есть если общаться только с психологом, это не значит, что он сможет развести любую болезнь руками, да. Нужно продолжать консультирование, продолжать то же самое медикаментозное лечение. То есть это всё должно быть в комплексе. Вот так я вот дошла до такой чудной мысли, что нужно комплексное, в том числе и вопросы и питания, и физической нагрузки и так далее. То есть всё вместе тогда это позволяет вытащить себя из, ну, скажем, из такой затруднительной ситуации, в том числе и с ухудшением здоровья. То, что я вижу, вы очень хорошо выглядите. Как думаете, у вас получается? Я стараюсь. Я стараюсь, то есть как могу. Спасибо. Есть обратная связь? Вы следите за своими пациентами? Да, многих мы уже знаем 2-3 года. Вот кто-то уже приходит со вторым, с третьим ребёнком. Кто-то новый вид работы или новые деятельности или какой-то бизнес-проект. Кто-то просто нашёл какой-то приятный для себя круг общения среди тех же переселенцев, новых друзей, какие-то новые занятия в нашем городе. И в целом какое-то более тёплое, душевное такое состояние. Хотя к нам бывает, что приходят люди, которые первый раз, и они говорят, что не хватает, есть потребность больше. У нас есть и групповые занятия для переселенцев каждую неделю, и туда приходят с семьями. Ну, и индивидуальная поддержка – это всё по запросу человека, когда ему это очень нужно. И у нас есть выбор специалистов в зависимости от темы, от проблематики, над чем мы делаем упор. Расскажите о предстоящем мастер-классе, проанонсируйте, что будет? Сегодня будет мастер-класс творческий такой по взаимодействию детей и родителей. Семейный такой мастер-класс. И мы будем создавать такие волшебные арт-объекты. И, в принципе, задача – это и сам процесс творчества, и налаживание взаимодействия между детьми и родителями, и то, как родители потом смогут создавать игрушки, игры своими руками для своих детей из подручных материалов, и делать их мир более таким радушным, волшебным. И 28 января тоже будет мастер-класс, правильно? У нас мастер-класс каждую неделю, поэтому у нас много очень мастер-классов. Это арт-терапевтическое такое направление, то есть мы используем методы творчества, арт-терапии, и там очень большой такой спектр задач мы решаем через вот такие процессы творчества. Куда приходить, говорить адрес, телефоны? Да. Для переселенцев, всех переселенцев, мы ждем на Пастера-17, это Центр психологической службы. В интернете также есть наша страничка, волонтерская психологическая служба, у нас есть диспетчерская, есть телефоны, которые работают, все будут дни, к ним можно обратиться, записаться, посмотреть наш график и присоединиться, конечно же. Все мастер-классы бесплатные? Все бесплатное для переселенцев, вся поддержка. Также мы приглашаем семьи ветеранов АТО, индивидуальная помощь, групповая, возможно, тоже. У Ларисы такое интересное направление, она действительно фея, такая организатор культурных акций сейчас, это походы по театрам, и нам навстречу идет администрация театра, для того, чтобы могли переселенцы посетить на льготных условиях спектакли. Вкратце, что будет предстоящее? А, ну в ближайшее время оперный театр нас балует, да, и 28 числа для переселенцев выделил 9 билетов на благотворительной основе на потрясающе красивый балет «Спящая красавица». Я этот балет уже видела, и хочу сказать вам, вообще оперный театр – красивая вещь, там отдыхаешь, и в это воскресенье я туда не пойду, но есть другие люди, которые еще не видели. Всем желающим напоминаю обращаться в волонтерскую психологическую службу от общественной организации «Реабилитационный центр Святого Павла». Ну давайте посмотрим, как голосовали наши телезрители. Мы спрашивали, вы когда-нибудь обращались за психологической помощью? Еще 17% сказали, что «да», 83% сказали, что «нет». Ну, наверное, чем меньше таких, да, обращений, тем меньше у вас работы, но опять же это, возможно, какое-то скрытие, да, своих реальных проблем. Что это, как прокомментируете? Ну я думаю, что это у нас еще впереди, когда обращение за помощью психолога – это будет обычная вещь, и будет достаточно много психологов и достаточно квалифицированных для того, чтобы все совпало, и те трудности, которые есть, можно было их рассмотреть как задачи и преодолеть быстрее, да, потому что в нашем таком славянском обществе мы так терпим до последнего уже, до каких-то кризисных проявлений, и вот только тогда уже можно пойти и попросить помощи, внимания другого человека-специалиста. Я думаю, что можно быстрее двигаться к хорошим таким целям. Спасибо вам огромное. И я напоминаю, в нашей студии были Екатерина Реброва, руководитель волонтерской психологической службы, а также Лара Пивоварова, переселенка. Спасибо, что нашли время. Ну а вы оставайтесь на седьмом. Дальше главные новости Одессы. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...